Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале оперативных обзоров на все, что появляется на продаже. И сегодня Черная Пятница, а на очереди у нас великолепная машина Karo 45 Ton. Самое дорогое предложение Черной Пятницы, но стоящее того, чтобы этим предложением воспользоваться. Дело в том, что Karo 45 Ton действительно стоит своих 20 тысяч даже в голом состоянии, без легендарного внешнего вида, каких-то контейнеров и подобной чепухи. Открытое все оборудование поможет сэкономить серебро, а сама машина однозначно порадует эстыводов. Тачка действительно годная, действительно классная, кто-то говорил, что после ребаланса ее похоронили, но нет, ребят, он как игрался хорошо, так и играется. Не сильно крутая подвижность, 53 км в час вперед и в боях немножечко не хватает вот этой вот резвости, на которую ты рассчитываешь. Но в целом, когда привыкаешь, играется очень комфортно. По орудию все просто великолепно. Барабан на 4 снаряда, система дозарядки, что подразумевает выстрел, следующий выстрел. И в зависимости от того, сколько вы там снарядов выкинули, столько же снарядов назад вам надо будет дозарядить. То есть нет необходимости ждать перезарядки полностью всего магазина. Четвертый снаряд является страховочным, так называемый резервный снаряд. И отбрасывая его, вы действительно уходите на очень долгое время на перезарядку. Поэтому им пользоваться необходимо тогда, когда вы уверены, что грамотно его используете, в частности для того, чтобы добрать какого-нибудь соперника. Уровень пробития орудия с учетом установленного в оборудовании калиброванного снаряда 259 мм, что отыгрывается просто божественно против любых десяток. Точности орудия более чем достаточно для того, чтобы пробивать серые зоны у хорошо забронированных тяжей и ПТшек. Время сведения 3,2, разброс 0,35, что в целом в совокупности дает очень хорошую точность и скорость выцеливания соперников. Реализуемый ДПМ в 2810 единиц, ну и время перезарядки между собой снарядов в магазине 3,53, что в целом многовато, но опять-таки к этому привыкаешь. Из плюсов орудия 380 альфы за выстрел и минус 8 угол склонения, что на неровностях позволяет в край комфортно отыгрывать. Да, не везде есть броня, но периодически неплохо танкует и очень этим радует. Ну что, берем легенду и поехали кататься. Ну что, ребят, давайте будем начинать. И для начала обозначу, что для меня Karo 45 тонн. Я средней руки игрок, я не киберспортсмен, не супер-мега-киберкатлета. Обычный игрок такой же, как и все. Для меня Karo 45 тонн это такая себе Projeta 65 на 10 левеле, которая максимально оптимизирована. По подвижности, по маневренности машины очень похожи, играются плюс-минус одинаково. А вот в отношении орудия разница все-таки есть. Во-первых, скорость дозарядки меня безумно радует. Да и плюс к тому, вот этот страховочный, как я его называю, резервный снаряд, это действительно штука очень классная. Помогает добирать соперников в нужный момент и вам всегда есть чем встретить. Я вот сейчас сделал выстрел и, как видите, я уже дозарядился и у меня 5-4 снаряда в магазине, которые я могу отбрасывать через каждые 3,5 секунды. Это очень круто. На средних, на дальних расстояниях отыгрывать на машине в край комфортно, потому что точностью орудие обладает. Ну и, соответственно, даже на дальних расстояниях вы можете быть полезны своей команде. Вот сейчас гриль бы отъехал, было бы просто великолепно. Ну да ладно, бог с ним, поехали дальше. Попробуем поиграть по этому грилю. Угол склонения орудия вниз минус 10. Крайне классное время сведения орудия. Шикарная точность у орудия. Все это надето сверху на великолепный урон. Как видите, сейчас практически 400 единиц. И вот этот страховочный снаряд, который можно отбросить для того, чтобы гарантом кого-то забрать. Да, придется уйти на перезарядку на 21 секунду. Но обратите внимание, половина этого времени уже прошла. Это действительно классно. Если вы будете иметь понимание того, как скоротать время, пока ваше орудие будет дозаряжаться, то поверьте мне, вы от этой машины будете кайфовать просто в любом бою, в который будете заходить. Даже если будете проигрывать. Именно этим КРО-45 тонн в свое время меня безумно подкупило. Именно поэтому я был готов забирать ее за любые сокровища мира. Потому что танк действительно классный. Я вот пока сейчас доехал, у меня опять 4 снаряда в магазине. Я могу вполне спокойно, даже самостоятельно, этого товарища разобрать. И он ничего мне при этом не сделает. Он просто ничего не успеет сделать. Два фрага. Дофига сделанных удачных выстрелов. И при этом все буря позитивных эмоций. КРО-45 тонн стоит своих 20 тысяч. Да, я понимаю, что для многих 20 тысяч это очень дорого. Но поверьте мне, вы не пожалеете ни про одну золотую монету, которую потратите на эту тачку. 2 800 с копейками единиц урона. По фарму. Десятки это не фармеры. Их покупают для того, чтобы на них кайфовать. Поэтому рассчитывайте на то, что в минусе вы находиться не будете. Но и в особый плюс выходить тоже не получится. Ну и результативность в своей команде. Ребят, законное первое место с шикарным отрывом от союзников. Я лично считаю, что КРО-45 тонн на сегодняшний день один из лучших коллекционных танков в нашей игре. И уже однозначно лучший средний танк среди коллекционок на 10 уровне. Поверьте, если вы приобретете себе данную машину, плеваться вы однозначно от нее не будете никогда. Тачка действительно великолепна, шикарно сбалансирована. И обладает возможностью дарить ну просто море позитивных эмоций и великолепного фана от боев, в которых вы будете участвовать. Пошел снимать следующее видео специально для вас по поводу танков, которые есть сейчас на Черной Пятнице. Подписывайтесь на оба моих канала для того, чтобы ничего не пропускать. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока.